Дорогие друзья, дорогая церковь, все, кто пришел в этот сегодня, наверное, все-таки скорбный день разделить боль утраты с нами. Да, я старший брат, на 20-е годы я старше Паши, Паула. Интересно, много хочется сказать, я постараюсь сжато сказать, но знаете, у меня мама, когда была жива еще, и раньше, я знаю, знаете ли, мои сестры, это нет, наверное, да. Когда он родился, родители долго думали, как его назвать. И назвали его Володей. И папа пошел куда-то, в органы ЗАГСа где-то, и пришел домой, говорит, ну, Тамара Андреевна, у нас теперь Павел. Дорогие мои, вот почему-то так. И такое у нас созвучное имя Павел. Понимаете, я не говорю, что имя Володя плохое, нет, никак, нет. Но вот так, неожиданно, он папка дал ему имя Павел. Сам, сам принято решение уже в ЗАГСе, я решил, он будет у нас Павел. Вот так это было, это такая семейная маленькая страничка. Да, я хочу тоже, дорогие мои, сказать большое соболезнование от братьев, от друзей, тоже от сработников, с кем он служил, с кем он начинал служение в Орле, из-за океана, из далекой Америки. И, знаете, эта вещь разозлилась буквально за минут сорок, полчаса. В тот вечер у нас был воскресенье, был День Отца, так символично. Америка праздновала День Отца, и на День Отца он ушел домой. Бог его позвал к себе. Они все передавали семейство Тупиковых, Деревинчуковых и многие другие, с Атланты, с Каролайной, с Северной, Южной, с Калифорнии. Для всей церкви, особенно для родных, сказали, пожалуйста, передай от нас. Мы все любим, сожалеем, плачем. Все молились, все хотели, как и мы все хотели. Естественно, все знали, он посещал. Везде, где Паша приходил, он был такой душой. Я не хочу сказать какие-то лестные слова, потому что их нет, дорогие мои, я хочу сказать правду. Где он приходил, всегда была гитара, есть в доме гитара, поем. Что-то сам мог спеть, мог завести компанию всех окружений. Сегодня, может, слезы текут, но есть такое выражение в английском народе, что ли. Мы сегодня собрались, ну, celebrating of life. Это нас звучит праздновать жизнь. Мне это нравится больше. Мы сегодня пришли сказать доброе слово о нем, о его вере, о его служении, о его хождении с Богом, о его отношении с ним, о его служении людям. Он любил людей, любил бескорыстно. Я могу несколько моментов привести, но все-таки приведу их, дорогие мои. Действительно, я очень часто приезжал сюда. Знаете, я уехал неожиданно. Я уже 9 лет не жил в Орле, если кто не знает. И в 95-м году я жил в Латвии уже 9 лет, в Риге самой. Началось протестение русскоязычных. И мы потеряли работу, и все. И как бы вот так сложилось, так открылся путь. И я уезжал. И когда я приехал в последний вечер, или день, это было в 95-м году, 24-25 апреля. И мы вот здесь ехали на микрорайон, мы вез на своем «Жигули». Я говорю, ну вот наша семья и распадается. И мы вот здесь с ним остановились, возле этого депо, заехали на парковку. И я ему говорю, Паша, я не думаю, что наша семья распадается. Говорю, так не будет. Я не знал, что меня там ждет, как, но вот на сегодняшний момент, 27 лет спустя, я тоже не хочу за счет этого слова, но Бог благословил меня, давал мне финансы, благословил мой дом, мою жену. Она ни разу мне не сказала, нет. Я где-то, да, позапрошлого года считал, я 67 раз приехал за эти годы Орел. Несколько раз, 9 раз в Африке, и один раз я посетил Израиль. Я столько раз пересек океан, дорогие мои. Самолетка практически стал родным домом. И вот это искренне, а вот не камера фальши, дорогие мои. Будет он мне любить Россию. Она не ушла от меня любить русский народ вместе с ним. Поддерживать его руки, финансово. Он был другом. Сегодня мы уже братья епископа сказали. Я не скажу, что, наверное, так и есть, чтобы был отцом. Но когда мне было больно, я его судил и днем, и ночью. Когда ему было трудно, самые такие больные, трудные вещи, я узнавал первым. Он делился всем. Самым интимным, чем считал нужным. Самым сокроведным. Кто приезжал в Америку, он посетил мой дом 15 раз за это время. И там спал. В основном в последние годы. Я смотрю, свет горит ночью. Я говорю, чего ты не спишь? Зайду в его комнатку. Говорит, я давно уже не сплю. Говорит, уже вот как забрали церковь. Говорит, я хочу заснуть. А сна нет. Говорит, в лучшем случае 2-3 часа в ночь я могу поспать. У тебя есть какие-то снотворные? Потом мы нашли снотворные. Я им их привозил, я им их присылал. Говорит, ты должен спать. Разум должен отдыхать. В 21-м году мы с ним были в январе 21-го года в санатории. В Пятигорске. Мы с ним много общались. 14 дней мы рядом спали, кушали. Вечерами с братьями общались. Гарри Курганян нас брал, возил по всем церквям. Я не знаю, где, еще раз вернусь, где был Павел Сергеевич Епископ. Собирались в братство. Собрались в пастыря. Приехали отдыхать. Уехали, наверное, в больничном. Приехали. Нас каждый вечер кормили шашлуком. Не знаю, от пуза и больше. Не знаю, как сказать. Угощали. Знаете, такое армянское гостеприимство. И много слова, советов, вопросов. Какие-то семинары пошли. Каждый вечер, дорогие мои. В нем нуждалось его мудрости, в его совете. Я его поддерживал. И там руки. Хотя он уже трудно начинал ходить. Были уже проблемы, дорогие мои. И вот что я хочу сказать. Бог ему дал сердце. Большое сердце. Сердце отца. Знаете, сегодня так говорят. В церквях много законодателей. Мало отцов. Тут пишут уставы, правила. Знаете, вот отцовское сердце. Он плакал с плачущими. Радовался с радующим. Знаете, один раз в один из приезда у меня здесь была моя машина. Я купил, чтобы здесь передвигаться. Это было в начале 2000-х. Еще. Я помню, приехал домой поздно. Еду уже в первом часу ночью. А он стоит. Выходит в лес. Думаю, что ты? Куда ты ночью? О, говорит, ты подъехал, хорошо. Я не буду свою выгонять. Поедем. Я не думаю, что забота или служение пастыря, епископа. Одна сестра в церкви с сыном. Задержались в городе. Некому привезти. Денег на такси нет. Единственное, что есть пастырь. Звонит пастырь. Пастырь, привезите нас домой. Дорогие мои. И он не спал. Ехал. Сломал, если у кого-то машина забуксовала где-то ночью. Застучал им мотор у кого-то. Пастырь. Приходил. Советы давал. Много мог. Ремонтировал даже. Знаете, наверное, это не совсем правильно. Я не согласен с этим. Я ему много говорил. Я говорил, Сергей, дожди любить. Такой ему написали. Дожди почитать. Он говорит, ну я не представляю, что известный пастырь с дрелью. С дольными ногами. И стоит и сверлит стену в этом доме. Замените, помогите, поддержите. Помогали. Но все равно он такой был максималист. Он должен был смотреть. Когда делать, видеть, что было все для Господа сделано на 100%. И даже тот же шашлык. Он готовил. И он всегда говорил, должно быть, остаться. Должно быть, остаться. Я не знаю. В один из разов я приеду. Я приехал. Кто-то забыл фамилию. Как имя это? Кафе. Арас. Пришел встали и заказываю. А что так мало? Я так смотрю. И у нас фейс один. Очень близкий. И голос тоже. Говорит, что так мало? А я не понял вначале. Говорит, я думаю, где-то не вон. Понимаете? Это его брат. Нас там знают. Что так мало? Дорогие мои. Такое он был. Он любил по максимуму. С большой душой, чтобы все было много, чтобы все осталось. Он не жертвовал жизнью своей, своим, можно сказать, имением, своим, не богатством он не было, своим сердцем, большим, добрым, отцовским сердцем. В последний раз, когда я с ним говорил, это было 30-го числа. И это было, наверное, последние, так сказать, часы, может быть, последний час, когда еще, может быть, не было инсульта. А может, он уже и был. Я позвонил, я был на работе, на футбольном поле, мы участвовали в небольшом бизнесе. Я почему-то вот так позвони ему. И я позвонил ему. В субботу мы с ним разговаривали целый час-двадцать. Говорили о всем, о жизни. Я у него спрашивал совета по машине, там где проблемы некоторые. Ну, обо всем говорили. Они с вами такой голос. Я говорю, Павел, ты что так разговариваешь? Да не знаю. Говорит, вот утром сделали мне, говорит, в сустав инъекцию. Говорит, стал вот так болеть. Прям правая нога отвалилась. Кто мог еще как-то ходить, а сейчас просто уже волоку, уже сошли, говорит, дойти до туалета. Говорит, а потом, говорит, сделай мне травмодол. Говорит, я не знаю, ну так болит спина. Я ему говорю, Павел, Паша, я его взвал, не взвал Павел. Говорит, Паша, хорошо, говорю, я тебя не буду задерживать, я за тебя помолюсь. И мы с ним коротко помолились, и я говорю, я за тебя буду молиться, чтобы боль ушла. Чтобы боль ушла. Во имя Иисуса, чтобы боль ушла. И вот эти слова. Хорошо. Хорошо, Санечка. Помолись. С Богом. И с Богом. И уже до встречи в небесах. Эти последние слова о том футбольном поле. Дорогие мои, я много хочу сказать о его верности, о тех случаях, о тех, так сказать, моментах. Но время летит, еще впереди люди есть, которые будут говорить или за мной. Дорогие мои, мы все много посещали церкви по Америке, потому что это было необходимо, чтобы строить молитвный дом, общение. Успешно, неуспешно, всякое разное было. Я думаю, многие здесь понимают, о чем я говорю, я подробности даваться не буду. Я расскажу только один момент. Его любили уже везде. Его знали. И знаете, как бы слава о нем, или как сказать, доброе имя о нем, чтобы епископ приехал, пасторь Павел. А он у нас был, да, мы знаем, к нам его, к нам. И иногда куда-то надо было так стучаться. И тогда двери оставались закрытыми, иногда открывались. И вот в одной из церквей, это было где-то в Каролайне, я не помню, уже сейчас как-то так. Было такое вот, понимаете, трудное собрание. Вот, ну, трудное собрание. Народ так как-то... Почему-то все были так одеты, вот, извините за траведость, в платочках и всех черных. Как будто похороны. Но это было простое печальное собрание. Вот такая традиция, что ли. И дали ему 12 минут, говорит, и все. И он вышел на сцену. Я сидел так сзади, как за мной хор сидит сейчас с братьями. И он пытался что-то говорить. Потом он мне рассказал, так ли, до душе было трудно. Я глянул на людей, так, что можно сказать, с чего начать. Что я могу за 12 минут сказать. Говорит, и он так вышел. И вот еще начинал сегодня хор о величии Божьем, о Боге. Говорит, я не буду ничего говорить. Я, говорит, расскажу просто одно стихотворение вам. О моем великом Боге. И он вот так вот из-за кафедры, там нельзя по сцене ходить. Но вот так вышел. Перестал перед церковью, как я сейчас. Спустился. Я говорю, вы знаете, здесь был, говорит, такой поэт-державин. Учитель Пушкина. Там в лицее, в царском лицее, где он учился, учился Пушкин. Он написал это стихотворение. Я говорю, и пусть оно каждую расскажет, какому великому, могучему, красивому, сильному Богу мы служим. Вы знаете, и он начал вот это стихотворение «О да Бог». Я хочу его сегодня, может быть, и со всем его голосом, ну, подобно, в память о нем. Короткая, не полностью, но часть его рассказать. Прославить имя Господа. О, ты пространством бесконечной, с живой движением вещества, течением времени предвечной, без лиц, в трех лицах божества, Дух всюду сущий и единый, Кому нет места и причины, Кого никто постичь не мог, Кто все собою наполняет, Объемлет, зиждет, сохраняет, Кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, Сочесть пески, лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет, Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, В твоем величии исчезает, Как в вечности прошедший миг. О, чудо тайны сокровенной, Из ничего ты мир создал, А вечность прежде дней вселенной В себе самом ты основал, Себя собою наполняя, Собою и себя сияя. Ты свет, откуда свет и стек, Создавший все единым словом, В творенье, простираясь новом. Ты был, ты есть, ты будешь век. Дорогие мои, я дальше не буду продолжать. Знаете, и пришел Дух Святой В эту трудную обстановку. И собрание изменилось. И он говорит, пастор, продолжай слово, Заканчивай собрание. Графики поломались, знаете, Те уставы поломались, Тебе, не как сказать, правила. Что-то в жизнь пришла, дорогие мои. Он был носителем жизни в себе. Он чувствовал благодать Божию, Он чувствовал присоединение Божьей. Он чувствовал, что надо в этот момент. Он знал голос Божий. Действительно, он в какой-то степени Во многом Вадим был. Духом Святым. И Бог его благоставлял. Он много заканчивал конференции, Дорогие мои, Когда последнее слово меняло, На Украине просто весь ход конференции. Дорогие мои, Бог был с ним. Бог был с ним. Бог был в нем. И Бог действовал. Через него. Через его пение. Через его слово. Через его служение. Через его наставление. Он действительно служил великому Богу. По полноте. На сто процентов отдавался. На сто процентов не жалел себя. Не жалел себя. Да, эта жизнь пройдет, он говорил мне. Пройдет. Говорит, вы еще, говорит, Чуть-чуть улучшить качество жизни. Его выражение. Чтобы ноги мои ходили. Такое. У него было много крылатых фраз таких. На земле стопроцентная смертность. Все мы однажды умрем. Это правда. Это правда. Дорогие мои. Никто не ждал. Даже не думал. Что так это быстро улетит. 48 дней назад я улетел из Орла. 4 мая. Я приехал посетить его. Уже когда начались вот эти события. И что еще интересно, в ту ночь. Или в тот вечер, когда это все началось. Я купил билет. Поехать посетить его. И через полчаса, посмотревши новости, я сдал билет. И прошло время. И мне так хотелось увидеть его. У меня пришли. Алекс, ты немножко ступор. Ты немножко crazy man. Все оттуда, а ты туда. Но внутри вот так хотелось. И я взял два дня поста себе. Господи, что мне делать? Я хочу увидеть Пашу. Я хочу увидеть церковь. И так случилось, что все-таки мир пришел Божий. Мир Божий глубоко наполнил мне сердце. И за два дня до Пасхи я прилетел. И мы с ним последний раз провели очень много время тоже вместе. Не знаю почему. Мне даже вот Аня, его невест, говорит, дядя Саша, всегда тебе нету дома. А ты почему тут сидишь на диване с ним? Мне никуда не хотелось уходить. Мне ничего не нужно было. Я не знаю почему я сидел с ним рядом. Мы с ним разговаривали долго обо всем. Сидели на улице вместе. Ну, столько времени провели с ним. Первого мая, потом воскресенье, мне делали мои племянники сюрприз. Такой. Попраздновали мне день рождения, 60 лет. Оно было в феврале. Мы вместе пели. В последний раз мы были все себе вместе. Вместе пели о небе. О жизни. Разговаривали так. И я улетел 4-го числа. Почему-то непонятно. Анна Алексеевна говорит, давайте сфотографируемся вместе. Я не знаю, Алексеевна, почему. Мы сели на диван, и я уехал. Вот пришло вот это событие, дорогие мои. Пришло то, что мы сегодня имеем. Еще я хочу сказать. Я благодарен Богу, что в жизни у меня был такой брат. И всегда мне говорили, кто из вас старший? Он был. Я говорю, я старший, но он больше. Он был больше в служении. Он был больше, у него больше животных. Я стукал по жену, у него больший авторитет. Он был полнее меня. Во всех таких сферах. Он больше, я старший. Мое призвание быть вторым. Это очень важно. Иметь это призвание. Поддерживать какие-то руки. Быть вторым. В своей жизни Бог мне дал эту привилегию. Быть вторым. Вот служить. Поддерживать в его руки. Во всем. Во всем. Я хочу закончить и сказать. Его жизнь была богатой, такой, шикарной. Я бы не сказал, что он очень круто жил, не скромно. Она была славной. Она была славной в служении Богу. Она была славной в служении людям. Она была просто благословенной. Потому что он был благословением для многих. Не могу закончить. Под постом Константина Владимировича, когда он поставил. Я не знаю этого человека. Я там, в Америке, прочитал один пост. Очень жаль, что уходят такие люди. Я вспоминаю, когда Павел оставил все свои дела. Пришел к моей семье в больницу. И благовествовал мне об Иисусе. С той ночи я уже много лет иду за Господом. Дорогие мои, это плод. Это то, что больше всяких слов говорит о ненапрасно прожитой жизни. Слава Богу. Еще один момент. Извините. Я, наверное, сегодня имею еще минуту взять времени. Вот то, что сейчас пришло наследство. Большие братья говорили сегодня пожелания детям, семья. Вот эти крылатые фразы. И мы их пели. Помним. Анатолий Иванович знает священный огонь. Наш брат передал этот факел горящий. Дорогие мои, ну это так. Как мы не хотим говорить. Высокопалываются слова, простые слова. Это так. Они уходят. Я помню, когда в нашем доме было собрание. Девять лет. Папка был очень молодым, моложе, чем я. Вы сейчас. И Павел вот открыл свои двери. Девять лет церковь собиралась на выгонки. Мы тогда как-то крестились в этот дух служения. Я бы так сказал. И мое было с ним служение. Приезжали братья. Малый Росславец. Киев. Нерегистрируетное братство. Я сидел на одном конце улицы. Там был бугор. Он на другом. И был у нас по велосипеду. И было у нас задание от отца. Как будет ехать желтая машина. Воронок. Примегом сказать, что мы успели спрятать Библию. Это наша была ответственность. Дорогие мои. Я верю, что вот этот дух, он пришел. Просто служение нашу жизнь. Я благодарю Богу, что мы родились в этой семье. Что мы все четверо. У нас еще есть две сестры у нас. Они здесь. И наши все племянники. Это просто дух служения. Знаете? Служение людям. Служение Богу. Еще не могу не сказать. Уже когда мы были... Его сваха сделала, забыл имя. Сделала нам маленький обед. Мы собрались. Володя Литвин. Его было больно. Кто может помнить? Как жаль, что с одной церкви сегодня уезжают люди за границу. В Эстонию, в Испанию. Молодые. Кто может служить. Такие времена. Говорят, что орел подымется. Город подымется. Где Володя Литвин? Он помнит эти слова. Помнишь, что... Понимаете? И в тот момент, я смотрел, он уже больной. Вот так болит. Он скушался, сидел надевание. Слезы текли. Что как жаль, что служители, молодые, полные сил. Уезжают с рла сегодня. Вот был вот этот огонь. Знаете, было вот это посвящение. Была эта верность. Знаете, Слово Божие от нас много не требует. Быть верным. Верным Богу. И всего лишь до смерти. Это не так много. От меня будет венец жизни. Дорогие мои. И я вот сегодня так же сам вот. Просто призвать вас в страхе, мои племянники. У вас восемь человек. Я не знаю, пожалуйста, встаньте. Прошу вас. Андрей, Эдуард, Володя. Все, все. Илья, где ты? Я хочу, чтобы вы вот это. Он много вкладывал всех в вас. Я много вкладывал в вас. Я хочу, чтобы вы были. Взяли вот это вот. Эстафетную палочку, как он говорил, его словами. Его служение. Его посвящение. Его верность. В хорде Орле вы все живете. Вы все местные. Молите за город. И поднесли ее дальше во имя Иисуса. Это мое большое желание. Чтобы вы были верны Богу. И верны до конца. И служили людям. Андрей, Вова, Эдуард. Помолись. Давайте встанемся, друзья. Господь, во имя Твое. Мы в этот, Господь, кажется, скорбный день. Мы сегодня празднуем жизнь Павла. Павла Сергеевича. Нашего брата. Смотря на его добрые слова. Доброе служение. Добрый подвиг веры, которым он подвязался до этого момента. Спасибо тебе, Иисус, что он был таковым. Что огонь любви, огонь веры, твердой веры был внутри него, Господь. И он был такой величиной не только для своего города. Для всей страны, Господь. Для всего русского народа. Он был большим, большим благословением, Господи. И сегодня я, Господь, молюсь, Господь, за продолжение его тела, Господь. За его детей, Господь. За сыновей. За его племянников. Это великое провеление, что никто из них никогда не был в мире. Никто никогда не уходил от Тебя. Они знают Тебя, Господь. И пусть, Господи, это Евангелие. Живое Евангелие. Которое меняет судьбы людей. Которое просвещает всякую тьму. То Евангелие, которое разрушает дела дьявола. Которое отпускает и смучит их за свободу. Во имя Иисуса. Они могли нести дальше. Проповедать его дальше, Господь. И быть лучше. Во имя Твое. Чтобы они пошли дальше. И успешнее, чем пошел он, Господь. Благослови их. Во имя Иисуса. Каждого. Извесь свой огонь. Помазание. Дай слово откровение. Господь. Будь успешен и в слове. В проповедении Евангелия. В пении. В каждом служении, Господь. Во имя Твое. Помаши, Господь. Благослови. Мы станем верными, добрыми. И сильными мужами веры. Продолжая его служение. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо. Но я не закончил. Спасибо большое, дорогой. Вы так похожи с братом. Мне кажется, я слышал голос Павла. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Присаживайтесь.